добрый день сегодня мы с вами как уже объявлял саша поговорим на тему антибиотиков а главное что такое антибиотика резистентность почему она возникает как передается и вообще опасно это или безопасно для нас с вами и так по данным комитета по вопросам охраны здоровья украины каждый второй украинец принимает антибиотики вернее как принимает грубо говоря он сам их себе прописывает без назначения врача а каждый третий житель нашей страны подозревают что антибиотики могут излечить от вирусных и всевозможных различных респираторных заболеваний плохо это да конечно плохо почему потому что антибиотики действуют против заболеваний бактериальной этиологии об этом мы с вами поговорим немножечко позже а сейчас этим вопросом на самом деле это скажем так проблема не только украинского масштаба это проблема всемирного масштаба так всемирная организация здравоохранения подняла этот вопрос довольно таки жесткой и ежегодно проводится специальная неделя правильного использования антибиотиков в рамках этой недели проводятся всевозможные различные мероприятия и в частности на сайте кстати вот вы можете потом после лекции я настоятельно рекомендую зайти вот по данной ссылочке на сайт и пройти маленький тест что вы знаете об устойчивости к антибиотикам просто ради того чтобы проверить свои знания по результатам данного теста вам будут данные ответы и будут прокомментированы какие из ваших ответов будут правильные и какие неправильные что же такое антибиотики и так природные антибиотики это вещества химические вещества синтезируемые микроорганизмами и при этом они убивают другие микроорганизмы или подавляют их рост образование антибиотиков это наследственный параметр то есть в принципе микроорганизм уже изначально запрограммирован на выработку того или иного антибиотика что интересно есть также другие химические вещества которые могут подавлять или вообще уничтожать бактериальные клетки например те же спирты или различные органические кислоты в чем уникальность антибиотиков в том что даже при маленькой концентрации будет показан высокий биологический эффект то есть даже при маленьких концентрациях будет идти какое-то влияние воздействия на бактериальную клетку почему же в принципе вырабатываются антибиотики антибиотики это вырабатывается вследствие такого понятия как антагонизм то есть это такая форма существования вообще микроорганизмов или вообще не просто микроорганизмов когда один объект тем или иным образом пытается подавить жизнедеятельность другого объекта наверное у всех есть сосед который воскресенье 7 часов утра начинает долбить стенку вам хочется его самого как-то воздействовать на него чтобы он не долбил не прекратил свой ремонт вот по такому принципу действуют вырабатывают вернее микроорганизмы антибиотики чтобы или подавить рост своих соседей или вообще убить их на самом деле классификации антибиотиков довольно таки большое количество мы с вами остановимся на той классификации которая идет по характеру воздействия на бактериальную клетку это либо биостатики либо биоциды биостатики или другими словами бактериостатические антибиотики они как раз таки подавляют рост микроорганизмов а биоциды или бактериоцидные они убивают полностью бактериальную клетку по механизму действия антибиотики тоже отличаются есть те антибиотики которые воздействуют напрямую на клеточную стенку бактерии разрушают ее вследствие этого погибает бактериальный организм есть те которые нарушают синтез нуклеиновых кислот днк рнк есть те которые подавляют синтез белка что ж такое антибиотикорезистентность наконец-то мы с вами перешли к этому понятию но антибиотикорезистентность это такой феномен когда бактериальная клетка приобретают устойчивость к тому или иному антибиотику чаще всего эта устойчивость у нее не природная а чаще всего она ее приобретает посредством передачи от бактериальной клетке информация о том что опа я могу быть устойчивый к пенициллину наделюсь с тобой вот этим полезным девайсом но на самом деле существует также и природная устойчивость в частности такие бактерии рода микоплазмы которые не имеют клеточной стенки они устойчивы к пенициллинам в частности пенициллина входят в состав так называемых бета-локтанных антибиотиков бета-локтанные антибиотики они воздействуют на клеточную стенку они связываются с определенными ферментами клеточной стенки, соответственно разрушает клеточную стенку. Так как у микоплазм клеточной стенки нет, соответственно, данные антибиотики на нее действовать не будут. Следующий слайд, пожалуйста. Есть также и приобретенная устойчивость. Под приобретенной устойчивостью, я как вам уже рассказывала ранее, это те микроорганизмы, которые изначально не были устойчивы к различным антибиотикам, но посредством некоторых манипуляций, посредством передачи данной информации о другой бактерии, которая уже была устойчива к антибиотикам, они приобретают данную устойчивость. Какие же есть виды устойчивости? Первый вид — это модификация мишени действия. Так, в частности, когда у нас изменяется молекула, с которой связывается антибиотик, и, соответственно, посредством некоторых изменений антибиотик не может уже связаться с данной молекулой. Сейчас объясню, как это действует на примере. К примеру, есть антибиотик, который разрушает, вернее, синтез белков в бактериальной клетке. Каким образом? Он связывается с особой рибосомальной молекулой РНК, и посредством этого связывания, грубо говоря, синтез белка попросту блокируется в клетке, клетка не может развиваться дальше. Что же делает бактерия? Бактерия у нас специальным образом помечает рибосомальную молекулу РНК, к ней присоединяется химическая группа CH3, метильная группа, она метилирует, в соответствии, из этого молекула РНК видоизменяется, и антибиотик не может ее узнать. Как объяснить это простым языком? К примеру, наверное, у многих была ситуация, когда к вам приходит девушка, говорит, дорогой, я подстриглась. Ничего не поменялось. Где ты подстриглась? Нет, я подстриглась, ты не видишь, я подстриглась. Вам кажется, что ваша девушка никак не изменилась, а на самом деле все-таки что-то в ней поменялось, где-то она подстриглась, грубо говоря, конформация ее волос каким-то образом изменилась. То же самое и действие резистентности модификации мишени действия, то есть каким-то образом молекула изменилась, и уже антибиотик не может на нее воздействовать. Следующий тип резистентности – это инактивация антибиотика, то есть когда бактерия приобретает специальный фермент, который расщепляет антибиотик. Ну, например, я уже говорила, что пенициллины – это бета-лактамные антибиотики. В чем их особенность? В их химическую структуру ходит бета-лактамное кольцо. Когда бактерия приобретает такой фермент, как бета-лактамазу, соответственно, она может расщепить данное кольцо, и антибиотик уже не будет действовать. И мой любимый механизм – это эфлюкс. Когда бактерия приобретает специальные белки, так называемые еще помпы, которые высасывают антибиотик сразу же, как он только начинает попадать в бактериальную клетку. Он попадает и через эту помпу высасывается. Как же появляется эта резистентность? Чаще всего она появляется в результате мутации. То есть на клетку начинают действовать какие-то внешние условия, и в частности неправильный прием антибиотиков является одним из таких спускных механизмов. Если вы неправильно принимаете антибиотик, возможно, вернее, принимаете антибиотик, который может быть даже и не действует на данный бактериальный организм, об этом я расскажу немножко проще, это дает дополнительность ему к тому, что бактерия начнет мутировать, начнет как-то изменяться для того, чтобы выжить. Я не хочу, чтобы меня убил антибиотик, я хочу как-то выжить. Поэтому она начинает мутировать. Или же второй механизм – это передача резистентности посредством процесса конъюгации. В чем фишка? Есть бактерия, которая уже имеет гены, которые отвечают за резистентность, которые отвечают за устойчивость. Гены отвечают как раз за то, что у бактерии появляются вот эти вот девайсы. У нее появляются либо ферменты, расщепляющие антибиотики, либо белки, либо посредством этих генов она может менять свои молекулы, как я рассказывала на примере рибосомальной РНК. Так вот, у меня есть такие гены. Я хочу ее передать бактерии, у которых таких генов нет. И тут работает принцип, как я люблю называть, принцип телефона. Бактерии связываются друг с другом посредством специальных пилей, и информация передается, как вы можете видеть на видео, от одной бактериальной клетки переходит к другой, и вторая бактериальная клетка становится уже устойчивой. Чем же это опасно? И почему я вообще решила поговорить на эту тему? Дело в том, что на самом деле антибиотики используются уже скоро, будет свыше 100 лет, как используются в медицинской практике антибиотики. Дело в том, что когда антибиотик назначается или применяется пациентом неправильно, это дает дополнительный стимул к тому, что бактериальная клетка хочет выжить. Это связано еще с теорией Дарвина. Чтобы организму не погибнуть, ему надо как-то модифицироваться, как-то выжить. Вот как раз таким стимулом и является неправильное применение антибиотиков. Как же это можно регистрировать и как же узнать? Вот, например, вам врач сказал, что у вас заболевания такие бактериальные теологии, то есть бактериального происхождения. Как же можно проверить? Вот мой микроорганизм, каким антибиотикам он устойчивый, каким антибиотикам он неустойчивый? Вас врач посылает на так называемый анализ бакпосев. Во время бакпосева вы сдаете отделяемое. Например, у вас болит горло, вы сдаете отделяемое из зева. У вас там болит нос, вы сдаете отделяемое из сноса и так далее. В лаборатории ваше отделяемое высевают на специальной питательной среде, при этом выставляют на нем диски с антибиотиками и смотрят, каким антибиотикам выделенный микроорганизм будет устойчивым, каким нет. Таким образом, зона просветления или зона лизиса будет означать, что данный бактериальный микроорганизм устойчивый к этому антибиотику. А когда никакой зоны просветления наблюдаться не будет, это значит, что он, вернее, наоборот, когда просветление есть, это значит, что он чувствительный к данному антибиотику, рост бактериальной клетки замедляется и не убивается. А когда никакой зоны нет, это значит, что он устойчив к данному антибиотику, ну и дело не совсем хорошо. Антибактериальные диски выглядят следующим образом. То есть это, по сути, такие пропитанные пластиночки, они продаются в аптеках. И по результатам анализа вам выдадут такую антибиотикограмму, где будет указано, какой микроорганизм у вас выделился, и каким антибиотикам он чувствительный, и каким антибиотикам он устойчивый. Ну, пожалуй, да, еще важный момент, как же распространяется устойчивость к антибиотикам. В принципе, есть несколько путей распространения, нас интересует путь как раз от человека к человеку. Если, например, вы принимаете антибиотик, и у вас какая-то часть ваших вредных микроорганизмов уже была убита, а какая-то часть еще нет, какая-то часть у вас в организме мутировала, приобрела устойчивость, вы приходите в клинику, начинаете как-то взаимодействовать с другими людьми, и посредством банальной, иногда даже и воздушно-капельного пути данные клетки могут попасть на другого человека и, соответственно, могут распространиться. Что же делать? Во-первых, естественно, когда вы почувствовали какое-либо недомогание, сразу идти к врачу. Во-вторых, принимать антибиотики только по назначению врача, то есть самому себе антибиотики прописывать ни в коем случае нельзя. При этом никогда нельзя делиться своими антибиотиками, то есть я купила антибиотик, мне врач сказал, что это очень классный антибиотик, он мне поможет. Никогда нельзя сказать, что вот на, держи антибиотик, может быть, тебе он тоже поможет, потому что неизвестно вообще, чем болен другой человек, возможно, у него заболевания, повторюсь, не бактериальные теологии, возможно, у него вообще другой микроорганизм, на который данный антибиотик действовать не будет. И, конечно же, всегда заканчивать курс антибиотиков. Если вы уже почувствовали себя лучше, и так, у меня уже прошел кашель, у меня уже прошло недомогание, все хорошо, я могу уже не пить антибиотики. Нет, так делать не стоит, потому что неизвестно, а была ли убита все те вредные микроорганизмы, возможно, какой-то один остался жив, поэтому надо обязательно заканчивать курс приема антибиотиков и повторно сдавать вот этот самый бак-анализ, чтобы узнать, действительно ли были убиты все микроорганизмы. Ну и на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Я так чувствую, что вопросы будут. Татьяна, огромное спасибо вам за такую интересную лекцию. Скажите, как быть с тем фактом, что примерно 70% из всех производимых антибиотиков идут на нужды животноводства? Фактически те лесные породы коров, яиц, свиней, которые много употребляют, они задерживают в себе то или иное количество антибиотиков. Как быть с этой частью проблемы антибиотико-дезистерности? Спасибо, это очень хороший вопрос. Вот как раз я уделила данную лекцию в основном передачи антибиотиков от человека к человеку. Действительно, есть проблема к тому, что часть антибиотиков попадает к нам из пищи. Тут, в частности, Всемирная организация здравоохранения предлагает несколько путей решения. Это попытаться контролировать самих производителей, чтобы они не добавляли, вернее, ну как, скажем, лечили животных не антибиотиками, а какими-то другими лекарственными препаратами. И, конечно же, контроль в первую очередь, контроль выпуска антибиотиков, то есть не давать этим производителям скупать антибиотики в больших количествах, как сейчас делают. В частности, в странах третьего мира всем известно, что антибиотики выпускаются фактически без рецепта. И то есть процесс будет контролироваться достаточно тяжело. Поэтому в первую очередь надо на государственном уровне пытаться урегулировать процесс закупки антибиотиков для животноводческих ферм. Да? Существуют какие-то стратегии, которые исключают применение антибиотиков, но дают такой же результат? Есть лекарственные препараты, которые тоже могут убивать микроорганизмы. В частности, я говорила, есть некоторые химические вещества синтетической природы. Но если в результате лечения они не смогут излечить человека от заболевания бактериальной этиологии, то на данный момент только антибиотики, к сожалению, следует применять. Существуют какие-то теории, которые писал интернет, что голодание и другие методы воздействия меняют, что у человека избавляется от каких-то бактерий, которые не нужны. Это возможно вообще? Нет, нет, это невозможно. Я как микробиолог могу сказать, голоданием избавиться от кишечной палочки или от болтистого стафилококка невозможно. Я так понимаю, вопросов больше нет? Я думаю, есть вопросы, просто стихняются. То есть, насколько я понимаю, у нас в данном... На данный момент люди выпускаются без рецепта, ты можешь прийти и купить сколько хочешь, можешь потом поделиться с друзьями, и где-то это ничего не будет. Ну, то, что поделиться с друзьями, тебе за это ничего не будет, это точно. Такой вариант возможен, и это очень печально. Ну, тогда все, спасибо. 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 Продолжение следует...